Попытка армянских захватчиков присвоить азербайджанскую историю и культуру провалилась. После освобождения территории выявляются новые факты фальсификации. Об этом в интервью CBC заявил директор Центра истории Кавказа Резван Гусейнов. Яркое свидетельство тому присвоение армянами храма Русской Православной Церкви. Если так уж они радеют армянская сторона за христианское наследие, в XIX веке 1847 году в Шуше был построен православный храм, то есть Русская Церковь Святого Иоанна Крестителя. Но что произошло? Как в советское время, так же позже армянская сторона переначала этот храм, переделала его на армянский лад, поменяла церковь купол, колокольню и назвала его Ханач-жам. Первозданный купол церкви в Шуше, не соответствующий грегорианской архитектуре, был заменен на остроконечный. Прежний облик церкви Святого Иоанна Крестителя можно увидеть на старых фотографиях. Вот она возвышается среди домов шушинцев. У бакинской епархии азербайджанской точно никто разрешения не брал, но я думаю, что и в патриархии никто не получал разрешения для того, чтобы перестроить её под армянскую. В принципе, я могу сказать не только про русскую православную церковь, а сколько албанских церквей переделаны под армянские. Геонзасарский монастырь, это был древний албанский монастырь, Удины должны им владеть. Это православный монастырь, он не грегорианский был. Его тоже перестроили, сбили удинские кресты и сделали нарезку уже армянских крестов. Памятники религиозного и культурного наследия не только армянизировались. Часть неугодных исторических объектов была разрушена. Полностью уничтожены десятки старинных мечетей и других памятников. Как отметил в интервью CBC глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха Турал Генжалиев, повреждённые и разрушенные исторические объекты обязательно будут восстановлены. Все исторические, религиозные памятники Азербайджана будут охраняться. И не только азербайджанские памятники, и памятники, принадлежащие другим конфессиональным, другим этническим группам, будут охранены. И как неоднократно мы заявляли, азербайджанское государство, азербайджанская страна сделает всё возможное, чтобы все памятники, культурные памятники, исторические памятники в территории Азербайджана будут сохранности. Возродить азербайджанскую культуру, который так яро пытался стереть агрессор, показать мировому сообществу истинное лицо оккупанта – вот задачи, которые сегодня стоят перед Азербайджаном. Работа по выявлению фактов вандализма и фальсификаций древних культурных и религиозных памятников будет проводиться совместно с иностранными экспертами. Медина Гурпанова, CBC.